Третья часть от 45 градусов. Итак, МАВ это уголочек, угол 15 градусов. Отлично, что просит найти? Какой угол просит вычесть? Угол ДА. М, что? М, ДА. Вот этот угол просит найти. Что? Нет, М, ДА. А это то же самое, потому что МДЦ или МДА дополняют уже до 90 градусов. Угол ДА. Угол ДА. Угол ДА. Угол ДА. Угол ДА. Обратите внимание, если вы откладываете равносторонние треугольные, вот сюда, вверх, то возникает 150-15 градусов. Соответственно, если мы здесь откладываем 60, там будет 15. Если МАВ больше, чем 60, там будет меньше, чем 15. Если МАВ меньше, чем 60, там будет наоборот больше. То есть, понимаете, здесь решение состоит в том, что мы демонстрируем картинку, на которой равносторонний треугольник. Что ж не слышал? Почему так отмечает? 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 Точно это объясняет. Если мы начинаем с двухстороннего треугольника, то там получается 15 градусов. Это понял? Но если мы уменьшаем угол, вот если в этом месте берем и в одинаковом мере уменьшаем этот угол, то тогда этот угол будет увеличиваться. Если мы наоборот это будем увеличивать, то этот угол будет уменьшаться. Значит, единственная ситуация, когда 15 градусов, это ситуация, когда альфа есть 30. Понял? Остальные поняли? Хорошо. Следующая задача на самом деле про ровно, про то же самое. Высота треугольника вдвое меньше стороны, на которую она опущена, а один из углов, примыкающий к этой высоте 75 градусов. Давайте я нарисую картинку. Есть треугольник, в котором есть такой вот замечательный угол, 75 градусов. И мы знаем, что вот этот вот обрезок в два раза отличается от высоты. Требуется найти углы этого нашего треугольника. Это опять вариация на тему, которая у нас с вами только что была. Хорошо. У нас в данных странах данные, которые являются дорогими, поиск, парень, поиск, парень, поиск. То есть вы хотите сказать, что вот этими данными треугольник определяется однозначно. Почему? Потому что уродная садка, это ваша, отложить через пять градусов, и после этого он отстаня в провести кругу и пересечет в старую вершину. То есть вот этими данными форма треугольника абсолютно определяется. Но в этой задаче такой треугольник был. Вот у него высота равна твоей стороны, и вот там будет 75. Значит, это тот самый. Значит, это 75, 75, 3. Спасибо. Ребят, опять-таки вот эта вот идея. Я не очень люблю такие задачи. Потому что очень часто у нас в школе начинает с них. Это тоже замечательно. Экструкции хитрые и так далее. Но в результате школик привыкает к тому, что вот есть несколько, так сказать, задач, а других углов не бывает. Да? То есть там бывает ответ 45 градусов, бывает 75, там 30, бывает 72 градуса. А вот 74 градуса никогда не бывает. Разумеется, в некотором смысле это чушь. Потому что в реальной жизни у вас может быть и не просто 74 градуса, а и какие-то там угловые минуты, угловые секунды и так далее, и так далее, и так далее. И разумеется, в некотором смысле важнее научиться работать с произвольными треугольниками, чем узнать массу подробностей о жизни треугольника с углами 75-75-30, да? Ребята, это будет простая вещь. Если вы почитаете биографию всяких там замечательных ученых, то очень часто увидите там фразу «Не умеющим интегрировать, инфицировать для себя никто». Понятно, да? Я тоже. Вот. Это очень на самом деле большое дело. Взять и где-то в очень-очень раннем возрасте узнать, что такое производная, что такое интеграл. Потому что после этого школьная программа вдруг станет в сто раз понятнее. И вдруг вы увидите, что многие задачи на самом деле мало кому интересны, а вот есть другие на самом деле наоборот интересны. Вот конкретно Коля потратил прошлым летом где-то 300 небольших нитей на это. Соответственно, научился дефицировать. Но, извините, по 7-6 часов уже? Да. То есть это не так, что это было быстро, но тем не менее он вот меньше, чем за месяц лета это сделал. И это принципиально отличает его от других людей. И это любой из вас может. Нет, это причем очень сильно помогает на Олимпиадах. Это сильно помогает, да. Только не на Олимпиадах. Это помогает отличать разумное от неразумного. Это еще. Если вы собираетесь учить математику, так сказать, отдельно, уверяю вас, учу хорошего не будет. Потому что в любом предмете всегда очень важно, а для чего мы это делаем. Мотивировка, а я учу предмет для того, чтобы выиграть Олимпиаду, она совершенно смешная. Я учу предмет для того, чтобы получить по нему 5 плюсов. Это все бессмысленно. Нужно понимать какую-то логику, понимать, зачем это надо. И пока вы занимаетесь вот такими вот треугольничками, где-то 15-75, Ну, до определенного момента, конечно, можно этим заниматься. Просто потому что, ну, логику тренируешь, да, замечательно. Но, понимаете, в какой-то виток становится понятно, что это так же интересно, как шах. Любой нормальный человек хочет поиграть, не знаю, в шашки, в шахты, в домино, во что только не хочешь. Но вы прекрасно понимаете, что особого практического значения никакая из этих игр не имеет. Вы, конечно, становитесь умнее в этом, что-то такое тренируется. Но, при этом, если вы попытаетесь вот там какой-то шахматный комбит применить в реальной жизни, В реальности вам это получится. Просто потому что доступа вам не дадут, да? Вот. А между тем, математика применима в реальной жизни. И применима вовсе не для того, чтобы посчитать задачу в магазине. Совсем-совсем не для этого. А есть в этом применение гораздо более важное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok